Ежегодно возрастает количество заболевших ОРВИ и гриппом. 2016 год уже отметился среди сограждан особо опасным из-за осложнений вирусом гриппа H1N1. Закрылись на карантин школы и детские сады, выросли труды потери. О возможности профилактики сезонных заболеваний мы беседуем с Тарусиной Людмилой Павловной, заместителем главного врача по медицинской части поликлиники номер 27. Людмила Павловна, расскажите, пожалуйста, о сезонных заболеваниях. Сезонные болезни у нас существуют и обычно, как это часто бывает, осенью, зимой и весной у нас так называемый сезон ОРВИ. ОРВИ – это ряд нетяжелых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, в которые входят риновирусы, которые дают самую простую картину заболевания, аденовирусы, более тяжелую и серьезную картину дают грипп, парагрипп и другие. Вообще существует около 200 вирусов, которые вызывают так называемое ОРВИ. Людмила Павловна, сколько раз за год можно переболеть ОРВИ? В среднем человек до 60 лет не менее, самое малое, это 200 раз болеет ОРВИ. Это вообще считается самое частое острое заболевание вообще, в принципе, во всем мире. Врачи рекомендуют ежегодно делать профилактические прививки. А есть ли прививки от ОРВИ? Этих вирусов, которые вызывают ОРВИ, более 200. Но если мы 200 раз болеем, значит 200 вирусов. И вот от каждого ОРВИ, конечно, очень трудно придумать прививку и вот так вот профилактироваться. Людмила Павловна, расскажите о профилактических мерах во время простудных заболеваний. Период считается, когда уже человек перед заболеванием или когда заболел гриппом, витамин С не влияет. А вот если, в принципе, в нашем рационе присутствует витамин С не в таблеточках, а в виде продуктов, то есть естественным путем поступает, что это значительно снижает риск. Даже если вирус не очень активный, то мы можем не заболеть. Кто-то заболеет, у кого нормальное, хорошее питание и он ходит много по свежему воздуху, аэробные нагрузки дает, они не заболевают. Людмила Павловна, если обобщить методы по общей профилактике гриппа? Общая профилактика в период гриппа, конечно же, в первую очередь, это ограждение больных людей. Это все-таки первое, потому что уменьшить контакт с больным человеком это основное. Как можно чаще проветривать повещение, делать там неоднократную влажную уборку. Третье, это мыть руки не менее 10 раз в день, обрабатывать вот все те предметы, которые у нас могут быть, были в контакте с больным человеком. Итак, заболеть можно и суровой зимой, и жарким летом. И чтобы избежать осложнений от орвия гриппа, очень важно не сидеть сложа руки. Профилактика способна значительно снизить риск заболеть и сохранить время, которое было бы потрачено на лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова